Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Хотелось бы сегодня поговорить о таком понятии, как родовое проклятие. Каковы признаки родового проклятия и может ли человек самостоятельно от него избавиться? Да, тема интересная, давайте поговорим. И первое, что я хочу сказать, это именно отличие родового проклятия от такого негатива, как порча, сглаз и так далее. Да, бывают, опять же, в нашей жизни какие-то сложные ситуации, бывают какие-то трудности. И здесь, опять же, это не всегда зависит от какого-то наведенного негатива. Бывают ситуации, которые, ну, просто человеку по судьбе. А проклятие, чем отличается именно проклятие от той же порчи, это та программа, которая стоит в роду непосредственно человека. И, как правило, если мы берем классическое понятие проклятие, оно работает из поколения в поколение. В своей практике я встречался с проклятиями, которые работали до седьмого колена. Да, бывают более сильные проклятия, то есть сделанные профессионалами. И тогда это может быть до девятого колена, даже до двенадцатого колена. То есть, я имею в виду именно поколение. Но, как правило, в практике приходится сталкиваться именно до седьмого колена. То есть, если больше, это уже чаще всего исключение из правил. Как это работает? Проклятие обычно работает либо по мужской, либо по женской линии. И здесь нужно смотреть именно те события, которые происходят из поколения в поколение. На что работает проклятие? Либо, допустим, мужчины не доживают до какого-то определенного возраста в семье. То есть, такой рубеж, как правило, это сорок лет. Если умирает, допустим, дед, не доживая до сорока лет. Потом точно то же самое происходит с отцом, потом это происходит с сыном. Это тоже один из показателей того, что, возможно, на этом роду стоит проклятие. Либо, допустим, женщины не могут родить, к примеру. Либо рождаются мертворожденные дети. Либо дети умирают в младенчестве. Это тоже как один из показателей. Также это делается, допустим, и распространяется, к примеру, на неудачи в личной жизни. Если там мама, бабушка, прабабушка были одинокие, то это тоже как один из показателей того, что, возможно, на этом роду лежит проклятие. Какими способами, какими методами человеческий род получает вот это проклятие? Самое тяжелое вообще из того, что есть, и с чем я сталкивался, это проклятие, родительское проклятие, когда родители проклинают ребенка, когда они с чем-то не согласны. К примеру, там девушка выходит замуж не за того, за кого она хотела. Вернее, не за того, за кого хотели родители. И она получает вроде как просто словесное какое-то проклятие, когда мать, опять же, заявляет, что вот, выйдешь за него замуж, я тебя прокляну. И действительно проклинает. Казалось бы, что такого там, это просто какие-то обычные слова, вот она сказала. Но это та ситуация, которая начинает работать очень сильно, и потом в дальнейшем передается от матери к дочери, ну и так далее. Часто бывают ситуации, допустим, когда две женщины не могут поделить одного мужчину. Была, допустим, запланирована свадьба в какой-то момент. Мужчина уходит к другой девушке, и вот эта обиженная женщина, которую он покинул, которую бросил, в сердцах проклинает соперницу. И это тоже, опять же, начинает работать в дальнейшем на эту семью. Роман, у меня такой вопрос. Любой ли человек может навести проклятие? То есть сказанная в сердцах фраза, да будь ты проклят, или будь ты проклята, и вся твоя семья, или там весь твой род по женской линии. Либо этот человек должен обладать определенными какими-то знаниями, определенной энергетикой, или достаточно вот этого эмоционального всплеска. Я понял ваш вопрос. Нет, не любой человек может это сделать. И основным таким моментом, который нужно всегда учитывать, это то эмоциональное и энергетическое состояние, в котором пребывает человек на момент того, когда он кого-то проклинает. Да, я встречал в практике, когда люди это делали неосознанно, когда они руководствовались, опять же, собственными эмоциями. Все зависит от человеческой энергетики. И если человек с сильной энергетикой, если его в какой-то момент, как он считает, обидели, поступили с ним несправедливо, это возможно. Также я в практике, опять же, видел случаи, когда люди целенаправленно обращались к специалисту, и этот специалист уже отсылал в сторону рода то самое проклятие. То есть люди именно делали это с определенной целью. Был специалист, который выступал уже непосредственно исполнителем вот этого действия. Но чтобы сделать это вот именно на профессиональном уровне, проклясть чей-то род, специалист тоже должен обладать определенными знаниями, определенными умениями и очень сильной энергетикой. Потому что это такая очень энергозатратная работа, и это долгая работа. А если человек в порыве обиды, злости, ненависти, совершил такое, то есть навел проклятие, обратился к специалисту, либо сам сказал, а потом сожалеет об этом, возможно ли как-то откатить это назад или нет? Очень сложно. Если мы говорим, опять же, о работе, о каком-то вмешательстве в род, который преследует вот это проклятие, как правило, опять же, удается, вот из практики я могу сказать, что удается повлиять на определенную жизнь. Очень сложно поменять жизнь всего рода. Если, допустим, вот, ну, к примеру, там не ладится личная жизнь, не ладилась у прабабушки, не ладилась у бабушки, у мамы, и, соответственно, обращается женщина, ее нужно как бы вывести из этого замкнутого круга, и если работать, это, опять же, не говорит о том, что если снимается проклятие непосредственно с этой девушки, то проклятие уйдет там и из жизни мамы и бабушки. Нет. Это все-таки вот немножко другая работа, и я еще раз хочу повториться, она очень энергозатратная и достаточно долгая. А можно ли уберечь как-то род от такого вида негатива, от таких проклятий? Какие упреждающие действия нужно совершать, чтобы род, не знаю, был более сильным? Ну, смотрите, вообще любая вредоносная программа, особенно, если мы говорим о родовых каких-то вредоносных программах, она замещает определенную ячейку, которая не достает в этом роду. То есть, как правило, подобный негатив, он пробивает именно тот род, который уже изначально был ослаблен, который, допустим, там люди в роду между собой там плохо общались или не общались вообще. То есть, в какой-то момент отрицали каких-то членов этого рода. Там, не знаю, пьющий дед, гулящий отец и так далее. Когда кровные родственники просто вычеркивают этого человека, и о таком человеке предпочитают не говорить. И все время, ну, знаете, как такой... Исключенный. Да, именно исключенный, который не заслуживает какого-то внимания и уважения. Да, понятно, что тут человека можно как бы не оправдывать и не отрицать его какие-то негативные поступки, но в целом для рода, именно для энергетики рода, это работает не очень хорошо. Ну и, наверное, если род дружный и нет каких-то там серьезных ссор, то, я думаю, это тоже действует положительно. Конечно. Потому что род сам по себе это та структура, которая нас энергетически подпитывает и помогает нам двигаться по жизни вперед. Если люди не, как бы, опять же, не почитают память уже ушедших родственников именно в своем роду, не общаются между собой, они тем самым ослабляют свой род и в какой-то момент они рискуют получить вот ту самую негативную и вредоносную программу как родовое проклятие. Роман, а можно ли считать алкоголизм, допустим, по мужской линии? Пил дедушка, потом отец, сын. Тоже проклятие. Как один из вариантов. Но, опять же, здесь давайте все, опять же, не будем сваливать там на проклятие. Есть еще такое понятие в современном мире, как тот же самый алкоголизм, который тоже имеет определенную тенденцию передаваться по наследству. Если мы говорим о проклятии, как правило, там, я еще раз могу повториться, по женской линии, это невозможность либо продлить род, когда, к примеру, там, женщины не могут забеременеть, рождаются мертворожденные дети, дети умирают в младенчестве, не могут иметь полноценную семью, это уже, опять же, то есть, это определенная тенденция в роду, это не так, что там у одной женщины это происходит. Это было у бабушки, к примеру, муж там погиб на войне, это было у мамы, что-то случилось непосредственно там с ее мужем, и в таком случае это вот имеет свойство именно, как бы, передаваться. Также это может касаться, допустим, болезней. К примеру, там, тяжелые формы заболеваний, там, та же онкология, когда люди в роду в определенном возрасте, не дожив до какого-то рубежа, просто вот уходят из этой жизни. Имеется в виду, что болезнь одна и та же преследует рот, правильно? Да, да. И именно повторяющийся. То есть, если мы говорим о онкологии, это не обязательно вот онкология определенного органа, но это всегда онкология. Если мы говорим о том, что люди уходят из этого мира, то это, опять же, до какого-то вот возраста. Как правило, я говорю, то есть, в практике я могу сказать, что это обычно до 40 лет. И что в таком случае делать? Вот, допустим, человек смотрит сейчас вас и обнаруживает такие признаки, что действительно в его роду происходит повторяющееся событие, которое преследует поколение за поколением. Что делать в таком случае? Ждать, пока дойдет до седьмого колена и все это рассосется как-то само собой? Или что бы вы посоветовали? Вы знаете, я могу сказать так. То есть, ждать до седьмого колена, это можно дождаться того, что рот в какой-то момент просто иссякнет. То есть, он перестанет существовать. Проклятье – это тот негатив, который невозможно снять именно самостоятельно. Я ни в коем случае тут не пытаюсь как-то навязаться или что-то. Я просто, опять же, констатирую какие-то факты из собственной практики. И если мы говорим о классическом понимании проклятия, то нужно обращаться к специалисту. Не важно, кого-то человек находит, я не знаю, как говорится, по сарафанному радио, либо по какой-то рекомендации, либо что-то еще. Кого, кому он доверяет, правильно? Как минимум, кому он доверяет. И кто действительно сможет разорвать вот эту цепочку негативных, повторяющихся событий. И здесь, если мы говорим о том, что человек обратился, ему говорят, ой, милый, сейчас мы пальцем щелкнем, и вот оно все прошло. Нет, это тоже так не работает. Это очень серьезная негативная программа, на снятие которой требуется достаточно большое количество времени, сил, энергии и всего прочего. То есть, возможно, еще не каждый специалист с этим справится. Однозначно. И здесь, опять же, вот из своей практики я могу тоже сказать, что у меня были случаи, когда я просто отказывал людям по причине того, что я не видел возможности повлиять полностью на ход событий. Вот один из случаев из практики, я могу сказать так, и описать его следующим образом. по-настоящему проклятый род, причем причина того, почему он был проклят, во времена революции, ну, получается, там, прадед, он активно занимался разрушением церквей. И в какой-то момент, то есть это уже предысторию, потом мне, опять же, дополнительно люди озвучивали, в какой-то момент он убил священника, и жена священника, она вот прокляла его рот. И все представители мужского пола в этом роду, они в какой-то момент заканчивали собственную жизнь не очень хорошо, и, опять же, они не доживали как раз до тех самых сорока лет. Там и суицид присутствовал, и много всех таких негативных событий, которые приводили к тому, что человек уходил из этой жизни не... Ну, понятно, что смерть, она не может быть запланирована, да, но уходил рано и вот одномоментно. И повлиять я как бы не мог на эту ситуацию. Роман, благодарю вас за интересную беседу. Друзья, подписывайтесь, оставляйте лайки, комментарии, и ждем вас снова. До свидания. Желаю вам удачи.